А перед началом ролика, мини-комикс автора по поводу врагов. Приятного просмотра. Надеюсь, вы оцените. В чем дело? Ты какая-то унылась в последнее время. Они не видят. Я не знаю, что мне еще предпринять. И рельеф, и фактура. Все есть, понимаешь? Они просто не замечают их. Безумие. Ну-ну, тише. Я сейчас быстренько разберусь. Не беспокойся об этом, ладно? Стой! Не нужно, все нормально. Не понимают. Сейчас я всем объясню. Бесят меня уже. Эй, рогаты! Есть дело. Что-то случилось? Здесь некоторые не верят, что у тебя есть рога. Я обязана им показать. Это не может больше продолжаться. Рога. Я не совсем понимаю, что... Не совсем понимаю, что тут происходит. Да ты не рыпайся. Говорю, уже дело есть. Так, смотрите внимательно. Объясняю один раз. Это рога. У них есть рельеф. Они жесткие и острые. Это не шерсть. А это уши. Они большие и очень мягкие. А он даже серьги в них носит. Видно же, что это не рога. Ну что, все все поняли? Надеюсь, мы решили этот вопрос. Что это было? Не принимай слишком близко к сердцу. Ты же знаешь, что я в окрутасах. Зато теперь все точно в курсе, что у тебя есть рога. Мне надоело, что она принимает меня. За какое-то животное. Я не пес, чтобы чесать за ушком. Должно же быть хоть какое-то осознание личного пространства. Знаешь, забей ты уже на свои принципы, законами и не бойся ее трогать. Подумаешь, царапнешь пару раз, ей будет полезно. Нет, этому не бывать. Ладно, но ты же можешь сказать... Я понимаю, что ты боишься ее испугать, но это переходит все границы. Ты же мужик, а не собака. Надо же дать понять этой белобрысой, что нельзя так быстримо налезть на неженатых и одиноких хозяев всяких замков. Привет, солнышко, это Эллис. Я нашла для вас потрясающий ру-комикс от потрясающего автора. Посмотреть ее прекрасные и великолепные работы можно в ее инстаграм. А также у нее есть группа ВК и комикс под названием «Темный замок», который я сейчас буду озвучивать, можно также почитать еще и на Манголибе. Также, если вы хотите поддержать творчество автора, то это можно сделать в ее группе ВК или в инстаграм. А мы начинаем. Озвучка ру-комикса «Темный замок». Первый сезон, седьмая глава. Еда. Я дал ей свободу. Что же ей еще нужно? И, наконец, здесь располагается ванная комната. Проводят экскурсию по верхнему этажу в замке. Ого! А тут, на удивление, миленькая. Только... Почему нет дверей? Как-то странно. Это мой личный этаж. Сюда никто не может подняться без позволения хозяина. К тому же, я не храню здесь ничего настолько важного, чтобы появилась необходимость запирать это на замок. А если, допустим, что кто-то все-таки зайдет? И что? Не понимаю, к чему ты клонишь. Я смотрю, совсем без комплексов. Ого, такая огромная. Комплексы? Что это? Неважно. Эм... Что-то не так. Странное чувство. Комнаты, кабинет, ванная. Вроде все показал, а такое ощущение, что чего-то не хватает. Не хватает? Словно вертится прямо на языке. Но я никак не могу его вспомнить. О, точно. Думаю, это называется столовая. Или как-то так. И там вроде как... Эм... Едят. Не может быть. Я, конечно, допускаю такую возможность. Однако рассчитывал, что она вспомнит об этом. Непосредственно перед самовозвращением. Может, сейчас именно тот случай? Хотя вряд ли. Нет, никаких предпосылок, говорящих о готовности к переходу. И что мне сказать? Она же спрашивает не про еду. Нет, об этом и речь быть не может. Она, в принципе, не должна хотеть есть. Это невозможно. Да, чувства, эмоции, необходимость во сне. Для накопления энергии сохраняются. Но естественные потребности... А что если... Если это какое-то исключение? Самое появление здесь это исключение. Так... Боже, он такой неразговорчивый. Вообще не понимаю, чего хочет этот синий стукан. Алло, глыба, я не телепат. Может, скажешь хоть что-нибудь? Полагаю, ты хочешь искупаться, да? Так бы сразу и сказал. Чего стесняться-то? Ну, в общем, не буду тебе мешать. Я помню, где моя комната, так что можешь не провожать. Развлекайся. Хорошо, что я могу ей предложить в таком случае? Нет, не то. Здесь совершенно нет подходящей еды. Совсем не то. Только если... Видимо, это единственный выход. Любимые карпы. А? Ты... Где она? Что? Неужели сбежала? Пока отвлекся. Нет. Она не могла просто сбежать. Это же так, бессмысленно. А? А что там? Синий еще не войдет в меня в ту сторону. Взгляну одним глазком. И сразу обратно. А? Она должна была уже понять, что не удастся так просто уйти отсюда. М? Что это? Лучше вернуться обратно. Хоть рогатый и сказал, что сюда запрещено подниматься. Но мало ли кто нарушает приказы и шатается по этим коридорам в его отсутствие. Вызвали хозяин. Отыщи белую деву. Видимо, по незнанию она забрела на нижние этажи и потерялась. У меня нет времени этим заниматься. Прикажете ее запереть? Просто приведи сюда. Ступай. Слушаюсь. Если она рассчитывает выйти через нижние этажи, слуги быстро почувствуют ее присутствие. Даже несмотря на то, что сейчас день. Удивительно, почему они до сих пор так не сделали. В любом случае, это не займет много времени. Для них она как мед, на который слетаются противные черные мухи. Черт возьми, да куда она подевалась? Просто смешно. Целый день эти никчемные твари не могут поймать какую-то девчонку с отшибленной памятью и чистым самосохранением. С таким вздорным характером эта особа должна была сама на них выпрыгнуть. Еще немного, и я сам смогу ее найти. Точнее, сможет ли она от меня убежать, когда я найду ее? Нет, подобное нельзя допустить. Нужно возвращаться в покое. Рано или поздно слуги отыщут ее. Ммм. Наивное маленькое существо. Глупое маленькое существо. Я дал свободу. Что тебе еще нужно? Может, безопаснее будет, если я все-таки ее отниму. А? А кто здесь? Ё-моё, ты чё сдурил? Я прошу прощения. Стучаться не входит в твои привычки? Педант, рогатый. Вернулась. Так ты хотел что-то? Не подглядывать же пришел. Ты спрашивала про столовую. Не хочешь есть? Есть. Помнить бы еще, что это значит. Ого, он, оказывается, меня слушал? Не знаю, по-моему, не хочу. Понятно. А где ты была? В смысле, где? За хлебом ходила, блин. Тут же так много мест, куда я могу пойти. Слушай, здесь безумно уныло. Я чуть со скуки не умерла. Теперь идея с книгами не кажется мне такой уж плохой. Может, ты все-таки принесешь парочку? Или скажешь, где их брать? А то я весь день просидела в этой дурцкой комнате. Ты, конечно, говорил, что наверху никого быть не может. Но мне все равно как-то стремно выходить от одной из своей комнаты. Да и потеряюсь еще. Все-таки разовой экскурсии недостаточно, чтобы запомнить эти бесконечные коридоры. Здесь тебе ничего не угрожает. Только слушай меня, и с тобой все будет хорошо. А теперь возвращайся в покое. Страшно выходить одной. Уклоняется от истины. С другой стороны, это объясняет, от чего слуги так и не смогли найти ее на нижних этажах. В тех покоях и правда пустовато. Надо чем-то занять эту маленькую птичку. А вот и подошел к концу первый сезон. Ждем с нетерпением второго. Ждем с нетерпением второго.